в новом выпуске рубрики метод ответ узнаем как познакомить детей со свойствами воды первое свойство прозрачности стакана с водой разместим разные предметы попросим детей назвать предметы которые они видят в воде обратим внимание что все предметы которые находятся в воде хорошо видны вывод вода не имеет цвета она прозрачна приведем опыт разноцветная вода вода является бесцветной прозрачной жидкостью но воду можно сделать цветной добавив нее краски например желтого цвета такая вода становится непрозрачной сквозь неё ничего не видно какой можно сделать вывод вода изменяет свой цвет в зависимости от того что у нее добавлен следующее свойство у воды отсутствует вкус и запах во все стаканы наливаем кипяченую воду первый стакан оставляем с кипяченой водой во второй добавляем ложку сахара в третьей немного соли четвертый сок лимона предлагаем ребенку попробовать воду во всех стаканах вывод вода не имеет вкуса она безвкусная но вода может принимать вкус того вещества которые в нее добавили в нашем опыте вода стала или сладкой или соленой или кислой затем предлагаем детям понюхать стакан с чистой водой и стакан соком лимона делаем вывод вода не имеет запаха но может принимать запах того вещества которые у нее добавили в нашем случае дети почувствовали запах лимона следующем опыте мы узнаем имеет ли вода форму для этого возьмем мензурку с водой и кубики льда предлагаем детям рассмотреть кубик льда лед это твердая вода какой формы этот кусочек льда в виде маленького кубика изменит ли он свою форму если мы опустим его в стакан или в чашку нет в любом месте он остается кубиком а вода в жидком состоянии нальем воду в различные сосуды стакан графин можно сделать вывод что вода принимает форму того сосуда в котором находится значит жидкая вода не имеет формы она обладает текучестью детям будет интересно узнать что в воде растворяется а что нет необходимые материалы вода оба пробирки ложечки емкости сахаром солью речным песком смешаем воду с каждым компонентом в отдельной курсе оставим на некоторое время что получается кристаллики сахара и соли растворились в воде песок осел на дно кубы вывод В воде некоторые вещества растворяются некоторые не растворяются также родиться во место вещества же влияет его температура в теплой водеική 3 вещества растворяются быстрее. Интересно, что будет с кубиками льда, если их поместить в воду? Они утонут, будут плавать или сразу растворяться? Давайте проверим. Опустим кусочки льда в стакан с водой. Что мы видим? Лед плавает. Вывод. Лед легче воды, поэтому и не тонет. Вода тяжелее воздуха или нет? Для этого опыта мы возьмем воздушный шарик, наполненный воздухом, емкость с водой. Предложим детям попробовать опустить шарик в воду. Акцентируйте внимание на том, что надавливая на шарик, лежащий на воде, мы чувствуем сопротивление. Почему он не тонет, не опускается на дно? Воздух, находящийся в шарике, легче воды, поэтому вода выталкивает воздушный шарик на поверхности. Селье жидкости, похожее на воду. Приготовим материалы для опыта. Стакан с водой, подсолнечное масло. Наливаем в стакан ложку подсолнечного масла. Что мы видим? Через некоторое время частицы масла поднимаются на поверхность воды. Вывод. Масло легче воды, поэтому плавает на поверхности. Какие предметы тонут в воде? Для этого нам необходимо приготовить чашу с водой. Предметы из различных материалов. Резиновый, пластмассовый, деревянный, металлический, стеклянный. Опускаем в емкость с водой предметы из различных материалов и наблюдаем за ними. Какие предметы плавают на поверхности воды? Правильно. Резиновые, пластмассовые, деревянные. Они легче воды. Вода их выталкивает на поверхность. А какие предметы опускаются на дно? Металлические, стеклянные предметы, так как они тяжелее воды. Вывод. Предметы из различных материалов ведут себя по-разному в воде. Либо тонут, либо остаются на поверхности воды. Давайте рассмотрим круговорот воды в природе. Вода испаряется с поверхности земли и в виде пара поднимается вверх. Остывает, образуя тучи, из которых выпадают различные осадки. Дождь, снег, град. Осадки опускаются на землю. Вода прошла свой путь, образуя круговорот. Как можно увидеть круговорот воды в домашних условиях? Надо согреть электрический прозрачный чайник, наполненный наполовину водой. При кипячении внутри чайника появляется пар, поднимающийся вверх. Так как в верхней части чайника холоднее, на стекле образовались капли воды, которые стали сбегать стройками вниз. Вода совершила крок. В виде пара поднялась вверх, остыла. Пар перешел в воду, вода стала стекать вниз. Давайте беречь воду наше природное богатство! Желаем успехов в исследовательской деятельности! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова